Список сформирован. Завершился прием документов от кандидатов на должность главы Наринмара. Чего ждут горожане от нового мэра? Телеканал «Север» провел опрос среди населения. В администрации Наринмара торжественно наградили работников прокуратуры и организации округа за плодотворное сотрудничество с ведомством. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. На пост мэра столицы региона заявили 7 человек. Прием документов от потенциальных претендентов на должность главы Наринмара завершился. Кандидаты представили необходимые сведения. Напомню, перечень документов, представляемых для участия в конкурсе и требования к их оформлению, установлены решением городского совета. Оценивать претендентов на должность мэра будет специально созданная комиссия. Заявление на должность нового мэра представили председатель городского совета Ольга Старостина, зампредседателя горсовета Виктор Кыркалов, начальник службы материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Андрей Бережной, руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Олег Белак, первый заместитель главы Наринмара Александр Бебенин, советник губернатора по социальным вопросам Сергей Свиридов, а также руководитель Ненецкой коммунальной компании Александр Циварев. В течение трех дней наша конкурсная комиссия должна, согласно положению, отказать или не отказать всех претендентов по формальным признакам. То есть мы проверяем все документы, потом после этого мы уже принимаем решение комиссии в течение трех дней о допуске к конкурсу. Конкурс назначен на 30 января. Он будет проводиться в форме собеседования с каждым претендентом отдельно. Кандидат будет оцениваться на основании представленных им документов и результатов собеседования. Предпочтительными требованиями являются наличие высшего профессионального образования, а также умение оперативно принимать решения, организовывать и обеспечивать выполнение задач и многие другие. После решения комиссии не менее двух кандидатов будут представлены депутатам городского совета. Именно они открытым голосованием, простым большинством голосов и определят, кто станет новым главой Наринмара. Пока конкурсная комиссия будет решать, кто достоин занять пост градоначальника, жители Наринмара готовы подсказать, на что в первую очередь стоит обратить внимание новому мэру и как сделать жизнь его жителей комфортней. Садить надо деревья побольше. Можно было рябину посадить, она растет прекрасно, черемуха растет. Ну и что еще? Заниматься хозяйством. Город, дороги, чтобы хорошие были. Строить дороги-то надо. Старые дома надо снести. Главными дорогами занимаемся и второстепенными надо заниматься тоже. Зелень повырубали, надо снова восстановить то, что было, а сейчас наоборот стал. Город голый, нужно зелень вернуть, то, что они срубили. Даже где вся торговый центр, там было столько зелени, они вырубили это. Посадили три кустика. В первую очередь ЖКХ, мне кажется. В первую очередь ЖКХ. Ну и мы-то молодежь еще как-то, может, суетимся где-то, как что-то. Пенсионеры у нас в первую очередь. Пенсионеры, чтобы пенсионерам все хорошо было. Все, в принципе, мои пожелания. Ну главное, чтобы о людях заботились, чтобы больше внимания там на просьбы. В первую очередь, да вон, вон, такие вот, хоть эти вот, урочи, что убрать. Вон, видите, обгорел, посередке улицы. Центр стоит, е-мое, сгорел. И заняться жильем, да много чего нужно. В деле, хоть такие парки где-то лучше сделать, чтобы обустроить. Все, что ли, места, ведь тут есть кое-где все, что можно обустроить. Здесь, чтобы было посидеть, отдохнуть. Вот так вот, эти скамеечки кое-где, побольше тут поставить, чтобы было посидеть. Вот это. Благоустройство. Да, 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 благоустройство говорить даже нечего. Жилье, благоустройство. Чтобы была чистота, порядок и никакого воровства, ничего это не было. Благоустраивать наш город и все проблемы населения, которые возникают, конечно же, решать. По улицам, особенно там, где на периферийных сторонах, там нужно тоже заглядывать нашему мэру. Потому что идешь, то знаешь, чего. Ножки циркулем, а то и вовсе на четырех точках опоры. Чтобы и дороги чистые были, и тепло было в домах. Я считаю, что как бы в удовлетворительном моменте находится, убирается снег, чистятся дороги. И для нас это очень важно, чтобы у нас весной мы не плавали на лодках вместо машин, то лучше еще, чтобы было, конечно. А так на город ничего не могу сказать. Хорошо у нас сейчас в городе. Красиво, уютно. К этим людям можно прийти со своей бедой, и они помогут восстановить справедливость и добиться правды. 12 января российская прокуратура отметила профессиональный праздник и 295-летнюю годовщину. Торжественное мероприятие с подведением итогов работы окружного ведомства в 2016 году состоялось накануне в здании городской администрации. О тех, для кого не бывает чужих проблем, расскажет Любовь Пермякова. В этот день принимали поздравления те, от кого порой зависит чья-то человеческая судьба. Сегодня в России трудится более 50 тысяч прокурорских работников. И если вспомнить прокуратуру Нейско-Автономного округа, то когда-то здесь тоже работало 12 человек, а сейчас 42 прокурорских работника. Это говорит о расширении тех полномочий и усложнении задач, которые ставятся перед прокуратурой, президентом страны, генеральным прокурором. Я хотел бы сказать, что остается высоким уровень доверия к прокуратуре и у нас отмечается с каждым годом больше обращений граждан. Только в 2016 году в прокуратуру Нейницкого округа поступило 1469 обращений. Они связаны с невыплатой заработной платы и социальных выплат, защитой прав предпринимателей, жилищно-коммунального хозяйства, нарушений прав работников, возмещение ущерба государству и другие. Благодаря четкой работе прокуратуры и взаимодействию с органами власти была погашена задолженность по заработной плате в 350 миллионов рублей перед шестью тысячами работниками, восстановлены права инвалидов и пенсионеров, усилена работа по охране окружающей среды и природопользования. Удалось стабилизировать и криминогенную ситуацию. По итогам года уровень преступности в регионе снизился на 10%. Такие высокие показатели – это результат каждого работника ведомства. И начинающего, и с опытом. Ведь здесь нужно иметь не только знания в правовом поле, но и отличаться сильным характером. Мужеством и выдержкой. А еще важно хранить и передавать традиции прокурорской семьи. Именно поэтому в надзорном органе создана ветеранская организация, руководит которой Андрей Мухин. Мы занимаемся связями между молодыми сотрудниками прокуратуры и нашими гражданами. Доводим до действующих прокуроров ситуацию, которая является жизнью. В 1991 году я сюда приехал по распределению. Это еще был Советский Союз. И вот дослужился до должности первого заместителя прокурора округа. Я с него вышел в отставку. И сейчас здесь продолжаю работать, правда, в муниципальных органах власти. Я действительно, наверное, счастливый человек. И этого счастья желаю всем, своим молодым коллегам. Счастливый человек тогда, когда он с удовольствием идет на работу, а с работы с удовольствием идет домой. Вот, это и счастье человека. Такого семейного и профессионального счастья, здоровья, дальнейших успехов работникам прокуратуры пожелали все гости праздника. Самые лучшие работники ведомства, кроме поздравлений за безупречную службу и в связи с празднованием 295-й годовщины российской прокуратуры получили нагрудные знаки, почетные грамоты и подарки. Кроме того, были досрочно присвоены звания. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Ненецкому округу нужны альтернативные производители хлеба. После повышения цен на один из главных продуктов глава региона призвал развивать конкуренцию в хлебопекарной сфере. Порог заболеваемости превышен. В регионе вводится комплекс мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ. В Наринмаре должна появиться конкуренция в сфере производства хлеба. Глава региона Игорь Кошин поручил Фонду поддержки предпринимательства Ненецкого округа разработать меры поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, которые желают стать альтернативными хлебопроизводителями в регионе. Это решение назрело после того, как основной производитель Акционерное общество Наринмарский хлебозавод кратно повысил цены на основные сорта хлеба. Цены на хлеб основных сортов выпускаемых хлебозаводом в начале этого года поднялись сразу на 55%. При этом дотации производителю остались на прежнем уровне. Согласно новому порядку, изменились лишь условия предоставления поддержки. Так, для основного городского производителя хлеба с нынешнего года увеличилась максимально допустимая цена реализации. Руководство хлебокомбината этой возможностью решило воспользоваться с начала года. По словам Олега Белака, была указана лишь максимально допустимая цена, но она не была определена как таковая. Он добавил, что к ценообразованию необходим разумный подход. Производственники, в свою очередь, сослались на то, что цены на сырьё выросли почти в два раза. По их словам, даже с учётом повышения цен на продукцию, пшеничный и дарницкий хлеб в настоящее время стоит в Наринмаре столько же, сколько, к примеру, в Калуге и Санкт-Петербурге. Была проведена встреча с руководством Наринмарского хлебозавода. Было объяснено, что меры государственной поддержки остаются на прежнем уровне. В этой связи, соответственно, руководством хлебозавода принято решение на этой неделе снизить цены на хлеб. На самом деле, цены на хлеб были подняты необоснованно. Глава региона Игорь Кошин, в свою очередь, поручил профильному департаменту экономики и финансов совместно с Фондом поддержки предпринимательства разработать варианты поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, желающих заняться производством хлеба. «Чтобы у нас появились ещё альтернативные производители, частные предприниматели, пусть производят, какая там разница, что субсидировать, хорошо. А так, может быть, будет рынок, будет конкуренция, и у нас не будет таких случаев, когда что-то там что-то не понял и цены увеличили, значит, как захотели». Напомню, сегодня округ субсидирует семь основных сортов хлеба – ржаной, пшеничный, высшего, первого и второго сортов, ржано-пшеничный, дарницкий, окуский и украинский. В среднем себестоимость составляет 98 рублей за один килограмм хлеба основных сортов. Исполнение бюджета Ненецкого округа в начале 2017 года идёт напряжённо. Расходы превышают доходы. На минувшей неделе в окружную казну поступило 20 миллионов 800 тысяч рублей. Из расходов на более 146 миллионов. «Главным приоритетом этой недели было финансирование учреждений образования. Как вы видите, мы потратили на это 91,5 миллиона. Практически все средства направлялись в учреждения образования на выплату, заработные платы, с целью недопущения задержек. Также выплачивали социальные выплаты – это 32 миллиона сто, остальные практически по минимуму. Госдолг на сегодня – 3 миллиарда 600. Эпид-порог превышен. Главный государственный санитарный врач по Ненецкому округу подписала постановление о введении комплекса мероприятий на период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе. В документе отмечено, что на территории Ненецкого округа наблюдается длительное в течение 11 недель превышение недельных эпидемических порогов по ОРВИ. За минувшую неделю с симптомами гриппа и ОРВИ к медикам региона обратились 660 человек, в том числе 449 детей. Показатель заболеваемости по округу увеличился в 2,4 раза. В Наринмаре и посёлке Искатели – в 2,3 раза. Кроме того, зарегистрирован один случай гриппа. С целью предотвращения распространения инфекции в коллективах были подготовлены предписания для глав муниципалитетов, профильных ведомств и служб. Так, в Ненецкой окружной больнице введён ограничительный режим. Ведётся контроль за поддержанием запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты. Обслуживание детей и беременных женщин проводится преимущественно на дому. Учреждениям образования, культуры и спорта запрещено проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Профильному ведомству предписано взять на контроль проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в школах и детских садах. На карантин класс или группа будут закрыты при одновременном отсутствии более 20% детей на срок не менее 7 суток. Приобрели необходимый опыт и пообщались с труженьками нефтянки. С месторождений округа вернулись студенты Ненецкого профессионального училища. Будущие работники нефтяной отрасли проходили там производственную практику. Целый месяц вдали от дома студенты Ненецкого профессионального училища вернулись с производственной практики. На объектах предприятия «Лукоил Севернефтегаз» ребята осваивали практические навыки работы помбура или помощника-бурильщика капитального ремонта скважин. Своими впечатлениями от поездки студенты поделились с нашей съемочной группой. Студент третьего курса Кирилл Букатов вместе с тремя своими однокурсниками проходил стажировку на месторождении имени Юрия Расихина. Трудовые будни ребят начинались с шести утра. После плотного завтрака практиканты приступали к работе. Конечно, под руководством опытных наставников. Если нас теоретически не подготавливали ни к чему, ничего не помнили особенно. Это у них намного проще, чем теория. Теория слишком научная. У нас коллектив очень хороший, когда они понимают, как бы все они сказали нам сразу, чтобы мы обращались к ним, где что спросить. Лучше переспросить, чем не услышать и не так передать. Там даже общение по рации. Лучше переспросить в личный раз. Что у тебя в планах? Ты хочешь дальше идти? Да, я хочу идти выше, в Ухту. Еще девять студентов НПУ проходили практику на Инзерейском месторождении. Среди них Виктор Лобанов. Ребята работали в трех разных бригадах. Насколько было тебе интересно проходить практику? Максимально интересно было. Каждый день что-то новое. У нас такая профессия, помощная бурильщика. Потому что там нет такого, что два дня одно и то же повторяется. Каждый раз приходишь, что-то новое уже. У нас специдежда была очень теплая. Это же удивилось. В 35 работаешь и даже не мерзишь. Хорошие воспоминания о своей бригаде. Они молодые, были все веселые. Такое хорошее воспоминание о них. Но если будут вакансии, то я буду любить по своей профессии. Как отметила заместитель директора по учебно-производственной работе Ненецкого профучилища Татьяна Рьянова, впервые студенты НПУ проходили практику у нефтяников. Лукоил Коми обратился в компанию по ремонту скважин «Евразия», которая на время стажировки приняла студентов на работу. Ребятам были предоставлены оснащенные рабочие места. Также за ними были закреплены мастера-наставники, которые помогали обладевать практическими навыками профессии помощника-бурильщика капитального ремонта скважин. Оказала ли нам помощь кто? Лукоил Коми. Мы с вами с ними познакомились в день отправки. Мы улетали вместе с вахтовиками данной компании. Лукоил Севернефтегаз взяли на себя бесплатную доставку. Кроме этого, они на себя взяли проживание ваше. Месяц производственной практики пролетел для ребят быстро. Каждый из них получил незабываемый опыт работы на нефтяном месторождении. Впереди у ребят защита профессиональных модулей и дипломной работы. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.